Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите еженедельную музыкальную программу «Канон», и я ее автор и ведущий Александр Крузе приветствую вас. Сегодня мы продолжим беседовать с художественным руководителем и главным дирижером Московского синодального хора, заслуженным артистом России Алексеем Пузаковым. Алексей Пузаков – руководитель Московского синодального хора, член правления Русского православного хорового общества, главный хормейстер хора Государственной Третьяковской галереи, заслуженный артист России. Родился в Москве в 1966 году. С детства увлекался театром, литературой, музыкой. В 16 лет осознанно он для себя принял крещение. Свой музыкальный церковный путь Алексей вспоминает так. «В престольный праздник воскресения Славущего, когда в конце сентября на всеночной поются пасхальные песнопения, храм был переполнен людьми. В давке я оказался вытолкнут на левый клирос, который располагался на приступке у западной стены четверика храма. «Ты что стоишь и молчишь? Подпевай», – сказал кто-то из певчих. «С того дня церковное пение стало делом всей моей жизни». В 18-летнем возрасте Алексея Пузакова приняли на работу в должности чтеца и алтарника, а в 19 лет Алексей становится вторым регентом, управляя левым клиросом. Далее был первый профессиональный церковный хор – архиерейский хор Виленской и Литовской епархии. Первым московским храмом, в котором Алексей Александрович руководил правым хором, стала церковь воскресения на Ваганьковском кладбище. Затем он был регентом правого хора Николы Кузнецкого храма. В 1994 году Алексей Пузаков основал церковно-государственный хор при Третьяковской галерее в храме-музее святителя Николая в Толмачах. В 2006 году Алексей Александрович был удостоен почетного звания «Заслуженный артист России». Он также награжден церковными орденами преподобного Сергия Радонежского и святителя Иннокентия Московского. Весной 2009 года совместно с настоятелем храма иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость» митрополитом Иларионом Алфеевым, начал работу по возрождению московского синодального хора. Алексей Пузаков возглавил новый коллектив, объединяющий 80 хористов и призванный стать ведущим профессиональным церковным хором России. Алексей Пузаков женат и воспитывает двоих детей. Помимо богослужений, ваш коллектив активно гастролирует, участвует во многих фестивалях, во многих проектах. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшнем дне. Покровитель нашего хора, настоятель храма «Все скорбящих радости» митрополит Волоколамский Иларион является председателем отдела внешних церковных связей Московского патриархата. И деятельность владыки как церковного дипломата связана с множеством зарубежных проектов и инораспоездок, где помимо богословского диалога совершаются православные богослужения, также имеют место концерты русской духовной музыки. И наш коллектив регулярно участвует в таких проектах. Несколько раз мы выступали в Риме, также бывали и в Германии, и во Франции, и во многих других странах. И задача этих поездок та, чтобы показать красоту русского духовного песнопения для западной аудитории. И это всегда очень интересно, когда люди, которые не понимают русскую речь, приходят на концерты, и русская духовная музыка, производят какое-то изменение в их душе. Это видно и по их лицам, и по тем отзывам, которые часто слышишь после концерта. Пробуждает молитвенный настрой, да? Да, пробуждает настрой. И часто видишь, когда люди, не понимающие русскую речь, проникаются нашей культурой, потому что все-таки русское церковное искусство, как иктомис, так и музыка, обращены внутрь человека. И когда люди на Западе сталкиваются с этим, они, может быть, даже в своей душе открывают что-то новое. Может быть, именно поэтому, а именно православная церковная музыка, она именно вокальная и не инструментальная? Да, совершенно верно. Потому что голос – это то, что нам дано от Бога. И этим даром мы имеем возможность вот такого самого близкого, самого яркого и самого, так сказать, одушевленного и разумного возможности прославления Творца и исполнения духовных песнопений. Алексей Александрович, расскажите, пожалуйста, о Ваших новаторских, уникальных проектах, потому что, как сказал святейший патриарх, нужно выходить к пастве, где она сейчас есть. То есть и в интернет, и у современного поколения картинка уже изменилась, все смотрят энергичные, динамичные фильмы. Вот у Вас есть мультимедийное, я не побоюсь этого слова, шоу. Шоу в хорошем смысле этого слова. То есть Вы не только своими голосами, но и визуальным рядом транслируете произведение. Не могли бы рассказать об этой программе? Ну, я бы назвал это все-таки таким, скорее, действом. Это, конечно, действие для концерта, но написанное на имеющей в основе древние духовные песнопения. Ну, там звучит аранжировка электронная. Да, Вы, наверное, имеете в виду проект «Традиция инновации». Вот последние рождественские чтения этого года были посвящены теме «Традиции инновации в церковной жизни». И мы подготовили специальную программу, которая бы включала в себя как традиционную духовную музыку от знаменного распевы до современных авторов, такие как Георгий Свиридов, митрополит Иларион. И одновременно была подана в таком современном саунде. И мы обратились к современным специалистам в области электронной музыки, которые помогли нам составить такую композицию. Это студия «Анима-арт», и аранжировки выполнили Александр Федоров и Михаил Леонтьев. Также была сделана визуальная проекция образов XVII века Симона Ушакова, которая дополнила вот эту единую композицию. И этот проект был показан в Зале церковных соборов на закрытии 24-х образовательных рождественских чтений. И немного ранее впервые был представлен в Большом зале Московской консерватории. Это, конечно, эксперимент, но, тем не менее, на мой взгляд, электронное звучание может органично сочетаться с духовной музыкой, как бы в том образе, что электронное звучание имеет такое вот, как бы, космическое наполнение. Конкретное какое-то, да. И имеет образ космоса, мироздания. И такой образ космоса в звуковой сфере в сочетании с духовной музыкой, которая тоже имеет своим основанием вечность и постижение невидимого Бога, как эксперимент может иметь место. И, как вы точно заметили, этот проект, конечно, обращен к тем, кто еще, может быть, ищет свою дорогу к храму. И через вот такое соединение... Современности и традиции, да. Да, соединение понятного молодому поколению звучания с древней исконной нашей русской традицией может открыть дорогу для того, чтобы люди старались постигнуть и глубже понять наше традиционное православное музыкальное искусство. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И сегодня, вот уже по прошествии этих многих лет Наш коллектив имеет радость и возможность Исполнять его и духовную музыку, написанную для богослужения И его концертные произведения Такие как «Страсти по Матфею», «Рождественская оратория», «Песнь восхождения» Которые написаны на духовные темы, но для светских концертных залов Но он вам доверяет именно непосредственно первыми быть в исполнении Это ответственная задача? Да, это очень ответственная задача Но я благодарен Господу, что так складывается моя судьба и судьба нашего хора А сложно ли раскрыть произведение, если до вас его никто не исполнял? То есть вы не могли услышать? Ну вы знаете, с одной стороны, еще не с чем сравнивать Но с другой стороны, это, конечно, очень большая ответственность Потому что задача музыкального коллектива всегда постичь и раскрыть замысел композитора И мы всегда стремились к этому А сам Владыка принимает участие в подборе репертуара для синодального хора? Да, Владыка делает иногда очень точные замечания Он, конечно, не навязывает свою точку зрения, свой вкус Но, по-моему, во многом наши вкусы, наши чувства церковности и благолепия Очень близки Потому что, конечно, каждый человек уникален, индивидуален и неповторим Но вот тот строй богослужения и сочетание нашего пения и молитв митрополита Илариона Создают необыкновенную, на мой взгляд, атмосферу богослужений в этом храме Илариона Илариона Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Когда Иисус окончил все слова Сеи, то сказал учникам Своим, «Вы знаете, что через два дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие». Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. ГОВОРИТ ПО-АНГЛИЙСКИ Субтитры создавал DimaTorzok Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему тридцать сребреников, и с того времени он искал удобного случая предать его. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Скажите, чтобы быть актуальным, нужно все-таки исполнять, мне кажется, и современную музыку. Есть ли композиторы, которые пишут для вашего хора? Или, может быть, какие-то произведения современных композиторов вы непосредственно исполняете? Да, наш коллектив сотрудничает с целым рядом современных авторов. Мы говорили о митрополите Ларионе, но также мы исполняем музыку и Андрея Микиты, Владимира Довганя, Антона Вискова. Иногда приносят какие-то произведения современные авторы. Конечно, все мы их не можем исполнить, но тем не менее обращаемся к современной музыке. Также мы исполняем музыку, которая была написана в XX веке, но по каким-то причинам была предана забвению. Например, это творчество дирижера Большого театра, в свое время выпускника Московского синодального хора, в начале прошлого века, Николая Семеновича Голованова. Потому что Николай Семенович творил как дирижер, и известен в основном как оперный дирижер Большого театра, но творил он в суровые сталинские годы, когда духовное искусство было под запретом, и он как человек верующий все равно продолжал писать духовную музыку практически без надежды, что он ее когда-нибудь услышит. И после его кончина в его архивах было найдено очень много партитур духовной музыки. И не так давно они были изданы издательством «Живоносный источник», и наш коллектив, один из первых, исполнял эти произведения. А произведения действительно уникальные, потому что в них есть своего рода исповедничество. И, с другой стороны, Николай Семенович писал уже все-таки как человек не XIX, а середины XX века. Поэтому его творчество – это некая ступень и продолжение той линии развития русской духовной музыки, которую он воспринял от синодалов и от творчества Сергея Васильевича Рахманинова. Песня «Живоносный источник» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В нашей программе по традиции гости рассказывают о чудесах, явленных им в жизни, Богом. Не могли бы вы вспомнить какие-то поворотные моменты или события, изменившие вашу жизнь, на которые потом смотришь спустя годы и понимаешь, что это было послано Богом, это маленькое чудо в жизни? Ну, вот знаете, таких случаев в жизни было очень много, когда ты останавливаешь в какой-то момент, ты просто теряешь дар речи, дар рассуждения, потому что это как озарение, как вот такое действительно откровение, которое тебя поражает, все твое существо. И такие воспоминания у меня есть с самого детства, когда я даже был некрещеный, но родители меня как-то взяли на экскурсию в Троице Сергееву Лавру, и когда я попал в эти древние намоленные храмы, вот в моей душе неосознанно уже тогда происходили вот какие-то необъяснимые светлые переживания. И позже это вылилось именно в ту любовь и преданность русской церкви, которые наполняют мою жизнь сегодня. И таких случаев было много, и трудно из них выбрать какой-то самый яркий. Но поверьте, что даже вот иной раз такие светлые мгновения бывают во время богослужений, может быть, даже рядовых и будничных, когда ты чувствуешь, что небо отверзается, и Иисус Христос, Он рядом, как вот читает священник, Христос невидимо стоит, прием ли исповедание Твое? Вот такое чувство живой сопричастности Церкви, ее истории и традиции, вот мне кажется, это самое большое чудо, которое происходит в человеческой душе. Наша программа выходит накануне главного православного праздника – Светлого Христового Воскресения. Я хотел бы вас попросить в заключении нашей программы сказать несколько слов всем нашим телезрителям. В преддверии этих светлых пасхальных дней хочется пожелать всем чудо воскресения. Чудо воскресения через обновление духа в сердцах, через просветление мысли, через добрые дела, через поиск того вечного и прекрасного, что нам дает Христос. Поэтому всех в преддверии Светлого Праздника Христового Воскресения призываю прийти в храм и участвовать в этом переверы, которые нам дает русское православное богослужение. Это был заслуженный артист России Алексей Пузаков. Алексей Александрович, я от всего сердца благодарю вас за эту встречу. От себя и от всех наших телезрителей в преддверии Светлого Праздника я хочу вам подарить икону Христового Воскресения. Благодарю вас, Александр. Я желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, радости душевной, многое и благая лета вашему коллективу и храни вас Господь. Спасибо. Большое вам спасибо. Вы смотрели еженедельную музыкальную программу «Канон». Я ее автор и ведущий Александр Крузе прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова